Так, девочки, всем привет! Посмотрите, какая красота! Я тут пытаюсь как-то красивенько разложить, но не очень, если честно, получается. Девчонки, ну вот как есть, я вам говорю. Ладно, давайте начинать. Сегодня у нас с вами сырники и гора блинов. Блинов много очень. Тут Арина играет с моей косметичкой. А мы с вами пока быстренько снимем. Девочки, на самом деле, тема сегодня не такая уж быстрая. Давайте начинать пробовать. Простите, что все так некрасиво на самом деле выглядит, но да ладно. Простите, что я отрываю вас от видео, но прямо сейчас в Телекраме мы разыгрываем колонку. Розыгрыш в следующую субботу, поэтому подписывайтесь. Ссылки под видео. Ямбэнк. Девочки, первое у нас тут сырнички. Сегодня такая у нас тема. С вами молочная и разговор про грудное вскармливание. Ой, вкусно сырники. Я хочу вам сказать, как получилось у меня. У меня все, кстати, получилось нормально, хорошо. И как же так вообще получиться могло? Девочки, про грудное вскармливание, в общем. Давайте начнем сначала. Я, когда готовилась к беременности, да и вообще, когда думала о беременности, мне почему-то казалось, что у меня не получится кормить. А что, ты все поигралась там? Мне, в общем, казалось, что у меня не получится кормить, потому что... Так, видео будет прерваться, потому что Арина ко мне немножко лезет, и поэтому так. В общем, мне казалось, что у меня не получится кормить, потому что мне всегда мама говорила, что ты не молочная. Ну, какую-то такую вот тему, знаете, прогоняла. Я почему-то этому верила. Я, как я понимаю, что многие девушки верят, что им говорят мамы, и как бы себя настраивают сразу негативно. Когда уже я была в беременности, я устала ходить по врачам, в том числе пошла к помологу. Я у нее спросила, говорю, действительно ли размер груди влияет на то... У меня маленькая грудь, первый размер. Я говорю, действительно ли размер груди влияет на то, что я там буду или не буду кормить. Она говорит, нет, грудь никак не влияет. Ну, как-то я отложила это себе, думаю, ладно. Но, знаете, мне все время казалось, что... Ну, как будто я не смогу. Такие какие-то мысли. Хотя, пройдя этот путь, могу сказать, что любая девушка может кормить. Ты уже родилась, способна кормить, потому что у тебя есть молочная железа. У тебя все в порядке. Конечно, есть девочки, у которых проблемы гормональные именно. Ну, там какие-то гормоны не выделяются, но это не вот так вот массово. И абсолютно не у каждой второй, третьей или даже пятой девушки так происходит. Поэтому это большая редкость. Особенно какие-то физиологические проблемы. Обычно это психические моменты. Ну, так вот. И думала, что не буду кормить. Я об этом стала говорить Саша. Саша говорит, почему-то у тебя все в порядке. Почему ты так думаешь? Я стала себя настраивать абсолютно на другое. Что я смогу кормить, что в этом нет ничего такого страшного, как нам. Но мама конкретно нам рассказывала жесткие истории, там, как у нее был цистит, не цистит, как вот, когда застой в груди. И что как будто бы у меня обязательно такое должно быть. Но, честно, девочки, что я поняла? Что, когда я спрашиваю у мамы, там, а что она делала для этого, да, что у нее были какие-то такие неприятные нюансы. Узнается, что там она ходила, допустим, она простыла. Или она сцеживала постоянно грудь до опустошения. Что-то, ну, короче говоря, сделала ошибки, которые не нужно делать. Поэтому, что я вам хочу посоветовать. Девочки, меньше слушайте мам, бабушек с их негативным опытом. Потому что часто женщины, особенно там раньше не было интернета, все делали вот как-то по наитию, как там про бабка делала. И совершали много ошибок на самом деле. И какие-то проблемы. Ну, типа, не нужно сцеживать грудь до опустошения, когда ты покормила ребенка. У тебя осталось молоко, ничего страшного. Не нужно вообще сцеживаться, если у тебя там нет какого-то чувства распирания сильного. Нужно кормить ребенка по требованию первое время, потому что у вас налаживается лактация. Не нужно выжидать часы. Не нужно кормить по часам. Потому что, опять же, ну, вот я, на самом деле, с многими советами сталкивалась. Мне было тяжело это выносить, когда мне говорили, вот, кормить по часам. Но я делала так, как я понимала, как мне казалось лучше для меня, для моего ребенка. Я кормила по требованию. Я сцеживала грудь, ну, мне кажется, вообще совсем чуть-чуть. Через три дня, когда пришло молоко, грудь, ну, как бы столько молока пришло, что Арина даже не, ей не нужно было столько молока. И тогда я сцеживала это молоко, у меня до сих пор вот замороженное лежит. Потом лактация наладилась, и буквально через, там, еще три дня мне уже не нужно было не сцеживаться, ничего, у меня лактация наладилась. И я после этого ни разу, девчонки, честно скажу, ни разу не сцеживалась. Ну вот, и что еще? Так, это вот с варенькой, сырничек. Я прикладываю по требованию. И до сих пор плюс-минус у нас интуитивное кормление. У меня нет такого, что я выжидаю часы, что-то записываю. Нет, она хочет, она поела. Для нее, допустим, тоже нет какой-то такой, знаете, больной фиксации на груди. Такого тоже нет, не стоит этого бояться. То, что первое время малыш у вас будет висеть на груди, это нормально. Для меня, честно, это было немножко шок, что она так много и так долго, да, там, находится на груди. Но в целом это нормально, и не нужно тоже этого бояться. Мне кажется, проблема с грудным вскармливанием происходит именно от советов от всех вокруг. Я вот сейчас смотрела еще фильм, вышел про грудное вскармливание. И у всех, в принципе, одни и те же проблемы. Советы вокруг, что у тебя мало молока, молоко нежирное, пойди купи смесь. Ребенок голодный, ребенок плачет. У меня была такая ситуация, что мы когда лежали еще в роддоме, Арина плакала вторую ночь очень сильно. И мне предложила медсестра, типа, покормить ее смесью. Я ее покормила смесью, а потом у нас в роддоме был консультант по грудному вскармливанию. Она пришла утром ко мне и говорит, зачем ты ее покормила смесью. У ребенка просто второй день идет адаптация к миру. Ну, что вот он первый день отсыпается, второй день он плачет, потому что ему страшно. Все новое. И зачем ты могла бы не кормить ребенка смесью, просто там обаюкала, положила рядом и все. А я как идиотка, Арина только заснула в роддоме. Я ее сразу перекладываю в кроватку, в кувет. Она говорит, ты оставила ее бы рядом. Зачем ты ее будила? Ну, в общем, какие-то такие моменты, которые ты проживаешь на опте и понимаешь. И она посмотрела, говорит, у тебя вот куча молозива. Еще, знаете, часто есть такое мнение, что молозива это не молоко, да и вообще, как бы, у тебя молока пока нет, только ты родила. Нет, девочки, у вас все есть молоко. Он начинает формироваться еще во время беременности. Ну, первое молоко молозива, оно очень питательное. И мне тоже, как бы, все вот мои женщины в окружении, которые там мамы, бабушки, типа, вот, это, ну, как бы, у тебя еще нет молока, молоко не пришло. Это немножко, типа, знаете, так задевает. Бля, у меня нет молока. По факту, девочки, у вас есть молоко. Вот это первое молоко молозива. Оно очень питательное, оно очень сытное. И малышу надо буквально, там, ну, знаете, 10 капелек, чтобы наесться, потому что у него еще слишком маленький желудок. Чтобы я, ну, знаете, какие бы советы я дала, допустим, вам, как подругам? Я бы сказала так. Больше смотрите видео, как женщины прикладывают грузи. Потому что мне это помогло. Я смотрела много видео. И первое время, знаете, я Арину прям кормила, просто клала ее вот так лицом в грудь. На живот, к себе на живот, ее живот, к себе на живот. Лицом на грудь. И она вот так сосала. Ей было удобно, потому что я не могла в колыбель ее, она как-то не брала. А вот из этого положения хорошо она присасывалась. И ты для себя найдешь удобное положение. Главное, экспериментируй, пробуй по-разному. Ну, мне казалось, что у меня не получается первое время. Я там вызывала медсестру, говорила, вот она правильно сосет, посмотри, она правильно сосет. И медсестра, они говорят, да, все прекрасно, она у тебя сосет, все хорошо. Пользуйся ланолином. Это такой крем. Его нужно чуть-чуть, он как выделин. Обрабатывается с келланолином. Ни в коем случае не нужно их тереть, разрабатывать. Вот это все делать. Чушь на самом деле. Хотя до сих пор есть врачи, которые советуют. Но, девочки, если логически даже подумать, зачем вам тереть свои соски, вызывать у нее грубость, когда ребенок и так будет сосать, как бы это... Ну, лучше увлажняйте ваши соски. Вот ланолином за две недели до родов, чтобы у вас была напитанная кожа. Потому что, когда у вас будет... Если вы будете тереть полотенцем, у вас засохнут и растрескаются соски еще до того, как им нужно будет в работу вступить. Поэтому ни в коем случае не надо тереть соски. Также я вот в роддом не брала или брала молокоотсос. Ну, короче, он мне там не понадобился. Мне молоко пришло уже, когда мы были дома. Вот. Увлажнять, смотреть видео, смотреть, как правильно прикладывать. Смотреть, в принципе, если у вас есть подружка, которая кормит, съездите в гости, посмотрите, как она кормит. Потому что, правда, важно приложить там первые дни ребенка в груди, правильно? Чтобы у вас соски не повредились. И знаете, когда будете чувствовать, что, допустим, больно или еще что-то, не нужно продолжать через боль, потому что вы еще хуже сделаете. Лучше обратиться к медсестре или еще к кому-то, чтобы вам показали, как правильно прикладывать. Не нужно через боль раздалбывать все соски, потому что потом вам ими кормить вы не сможете просто. Если будет течь кровь или еще что-то. Как можно чаще прикладывайте к груди. У меня сейчас подружка родила. Она... У меня есть подружка, там несколько подружек, короче. Одна из них родила... Ну, у нее кесарево было, и она сказала, что она не смогла кормить. Она, типа, кесарево, ну, короче, мало молока. Я не знаю, почему и как. Но вот вторая, тоже у нее было кесарево, и все у нее хорошо, как бы, с грудным. Кесарево, то есть, это не показатель того, что вы не сможете кормить. Абсолютно нет. Если кесарево, так же чаще прикладывайте, и все. Арина первое время просто... Она постоянно прикладывала, она постоянно была у груди. Но это естественно, потому что, ну, малыш, когда рождается в природе, ему, он, конечно, около мамы, у груди, не по часам, там. Он маленький, он пока там высосит, да, там сил не очень много. Хотя Арина, знаете, сразу, она, как бы, знала, как сосать, и... Ну, тут какого-то вот такого затыка не было. И я даже не знаю, как бы, с чем может быть проблема. Я там читала разные комментарии под этим видео. Ну, там все пишут, жалуются, что это просто кошмар, это ужас. На самом деле, все дело в мозгах. Если для тебя это кошмар, ужас изначально, то... Ну, либо надо работать с восприятием, ну, менять свое восприятие, что это не кошмар, не ужас, а что это окей, это нормально, это естественно. Либо, ну, тогда не кормить. Но, опять же, мое личное мнение, я за то, чтобы ребенка кормить молоком, потому что молоко очень полезное. Арина там встала, боже, боже, Арина. Арина, пожалуйста, ну куда ты? Молоко очень полезное для ребенка, ну, хотя бы, девочки, первые полгода. Вот, по моему мнению, надо покормить. Я не знаю, я хочу кормить год или больше, я буду смотреть там как. Опять же, многим подружкам, типа, о, больше года. Но, по факту, ребенка надо бы до двух лет кормить. Ну, честно, я не очень хочу до двух лет, чисто для себя. Я думаю, как она перейдет на общий стол, просто немножко все меньше и меньше ее кормить и потом вообще это убрать. Но в кормлении грудью нет ничего такого, это очень естественный процесс. И надо к этому относиться как-то, типа, либо фу, либо наоборот там, как-то, ой, я буду кормить только грудью, потом что-то не получится. Если бы что-то не получается, лучше обратиться к специалисту, не надо, или к подружке, которая кормит, и у которой все хорошо, если у вас такие есть. Может быть, есть какие-то группы помощи при грудном, но не нужно обращаться, допустим, за помощью к родственникам, если у них этот процесс был как-то не налажен, или что-то у них было не так, потому что они свой негативный опыт будут просто транслировать на вас. Обращайтесь к людям, у которых было все в порядке, у них нет каких-то негативных ассоциаций, типа, у меня там был гной, у меня там еще что-то было, и все будет нормально. Просто не нужно допускать того, чтобы молоко застаивалось в груди. Когда ваша грудь становится твердой, вот у меня будет такая твердость, как лоб ваш, или нос, надо сцеживать. Кончик носа, это нормальная твердость. Как твердость, вот как лба, нужно сцеживать. Сцеживайте до облегчения. Вы не разработаете себе грудь, ничего. Просто вы убираете лишнее молоко, а когда локтация наладится, оно будет приходить столько, сколько нужно. Понимаете? В этом, честно, особо нет какой-то проблемы. В этом, честно, нет какой-то такой большой проблемы. И, ну вот сейчас, смотря назад, я не скажу, что это очень сложно. Просто нужно ребенка чаще прикладывать и смазывать грудью, увлажнять ланолином. Все. Ну вот у меня это было так, девочки. Не знаю, как было у вас, пишите. Хотя меня так пугали. Классный мой банк. Девочки, не знаю, записывается или нет. В общем, мне очень помогли, на самом деле, вот эти курсы Оланд. Это видео просто на Ютубе. Курсы Оланд для будущих мам. Там они разбирают, я уже вам советовала их грудное, любое, они там все разбирают. Все вопросы. И, ну, на самом деле, советую просмотреть, почитать. Вообще, больше смотрите, пока у вас есть возможность, особенно, когда, ну вот, пока беременные, ну, как бы, обучайтесь тому, не только родом, а тому, как вы будете, там, ребенка держать, как вы будете с ребенком, в целом, грудное, вот смотрите, как прикладывать, потому что, это очень важно. Девочки, ну что, честно, сумбурно рассказала, я еще одно видео дополнительное запишу, просто у меня тут Арина, Чарли, я сегодня одна, но записываю, потому что у меня сейчас самое удачное время, откладывать на завтрак я не хочу, сори, девчонки, что так. Я думаю, что у вас все получится, самое главное, знаете, что у вас, вы можете кормить, у вас уже есть грудь, все в порядке, вся вот эта ткань, молочная железа, она как раз таки развивается во время беременности, то есть нет такого, что вы начнете кормить, у вас грудь обвиснет, она уже как бы изменилась, уже эта молочная железа выросла во время беременности, и форму грудь уже изменила, поэтому не нужно какие-то глупости говорить, что я вот не хочу, потому что, ну типа, это, все по мне не обвисло грудь, грудь уже поменялась в свою форму, и, ну ничего страшного, это ваш ребенок, мне кажется, ну это такая грудь, это мелочь абсолютная, просто мелочь, как мне кажется, для кого-то может важно, для меня это мелочь, меньше загоняйтесь, больше думайте о том, что вы молодец, что вы сильная, что все у вас получится, ну когда Арину ее покормила смесь, она правда перестала плакать и заснула, но потом я уже кормила грудью, прикиньте, я ей дала просто всю свою косметичку играть, а она лезет ко мне, вот так, такой золотой ребенок, девочки, последний укус, ну и телефон, телефон ей тоже не интересен, и почаще прикладывать ребенка в груди, в первый месяц жизни, там были негативные комментарии, еще хотела вот почитать, какие там у девушек проблемы, но честно, мне не хватает времени, потому что тут Арина, отдельно, если будет интересен этот ролик, будет какой-то отклик, я отдельно еще сделала более подробное видео про грудное, вообще кормление, это социальный навык, то есть люди, ну понятно, что там у нас генетически обусловлено, но, также это и социально обусловлено, то есть, нам нужно видеть, как кто-то кормит, чтобы научиться правильно кормить, поэтому больше смотрите роликов, если у вас нет кормящих подруг, как прикладывать, как что, я смотрела на самом деле много, вот, и, ну как бы, мне тоже пугали насчет простудить грудь, но я не простужала, я просто нормально тепло одевалась, но тоже как-то слишком сильно уж загоняться, не стоит прям так, потому что я могла выйти в толстовки в прохладное время, но как бы я не замерзала, нет, не было такого, что я, ой-ой-ой, и моя грудь, я очень спокойно, ровно ко всему относилась, и все по итогу получилось нормально, девочки, ну что, спасибо большое, что посмотрели этот ролик до конца, ставьте лайки, подписывайтесь, в телеграме мы разыгрываем колонку, поэтому подписывайтесь в телеграм, а в следующую субботу мы с вами разыграем колонку, ну а так, мы пойдем играться, заниматься, увлекаться, все, всем пока, твоя колонка ждет тебя в телеграме, подписывайся, ну а, это не очень см morning, в ма風 выходят, если вам понравился, Creating ż primer, чтобы вам понравился, мне что-то делал Продолжение следует...